Добрый день! Сегодня поменяем на автомобиле Chevrolet Epica масло в двигателе, фильтр масляный, воздушный, салонный и зальем в масло Suprotec защиту ES-NAS двигателя Сейчас открутим сливную пробку Здесь пробочка на 17 Сольем масло и будем заливать Так посмотрел Общее состояние нормально Это трубка обратки на гидроусилителе Она с самого начала как была мокренькая, так она и продолжает Капать с нее не капает Сливаем масло Масло смотрится чёрное, так она и не плачет Масло смотрится чёрное, так она и не плачет На пальце А так она вот такой вот цветом Масло каждые 10 тысяч меняем Объем масла здесь в двигателе 6,4 литра Сливаем масло, закручиваем пробку Ну всё, масло, стекло Закручиваем пробочку На пробке Медное кольцо уплотнительное стоит Перетягивать здесь поддон не нужно Пробку Так как поддон силуминовый Знаю такие моменты Что у людей лопался поддон Когда перетягивали, вот в этом месте трещина появлялась Два человека вот именно с такой проблемой ездят Поэтому потихонечку взяли И на небольшое усилие подтянули Всё, ставим защиту Опускаем и откручиваем масляный фильтр Сверху его откручивать удобнее, чем снизу Мобиль опустил Открываем капот Всё в пыли Двигатель ни разу не мылся А машина прошла уже 120 тысяч Не люблю мой двигатель Мою только перед продажей Масляный фильтр находится вот здесь С правой стороны Снизу Сейчас попробую его показать Вот он, его видно Откручивается он удобно Сейчас крабом его открутим Снизу тряпочку положу, чтобы там ничего не залить Вытаскиваем фильтр и ставим двой Сейчас откручиваем этот Таким крабиком фильтр сорвал Он на две стороны Сейчас руками уже он открутится Таким крабиком Вот такой фильтр, ПБЦ008, портсмал, такой же будем и использовать. Вот у нас и на фильтрах, ПБЦ008, как я и говорил, по оригиналу П963891088, снимаем защитную пленку. Масло я всегда на нем езжу и многие из друзей у меня ездят на нем, это фирма GM, Dexos 2 530, допуски у него большие. Наливаем маленько в масляный фильтр масло, чтобы он пропитался и смазываем резиночку, уплотнительное масло обязательно. Для чего? Мажем резинку, чтобы когда мы прикручиваем, резинка не сморщилась, а скользила и затягивалась. Пропитываем фильтр. Все масло, которое я влил, оно впиталось в фильтр. Теперь мы его ставим и закручиваем. Закручиваем от руки. С достаточным усилием, но при этом сильно-сильно не перетягиваем. Ну и слабо не делаем, иначе масло выдавит под фильтр. Все, фильтр масляный мы заменили. Теперь заливаем масло. Масло, как я и говорил, здесь объем 6,4 литра, поэтому 5-литровой канистры здесь не хватает. Берем пятерку и 2-литровки. Берем пятерку и 3-литровки. Берем пятерку и 3-литровки. Пятерочку мы влили, такую же литровую, декса взяла, одну литровку вливаем полностью. Вторую я пока не вливаю, я сейчас пробку закрываю, меняем воздушные фильтра, потом заводим автомобиль, прогреваем, меряем уровень, потом я уже подолью до уровня масла, но при этом залью еще Супротек. Супротек, заливаю я дизель, актив дизель плюс, машина бензиновая, но лью дизель с самого начала и каждую заправку. В общей сложности я на Супротеке пробежал где-то из 120 тысяч получается 60 тысяч в половинах, уже это на Супротеке. Супротек надо взбивать очень хорошо, чтобы вот этот осадок, весь который вот на дне, чтобы он весь ушел. Нам пока не заливать, поэтому пока мы его отдадим, чтобы нам его взбили и пока занимаемся воздушными фильтрами. Воздушный фильтр. Сначала меняем двигатель. Снимается он легко и просто. Здесь только защелки, никаких дополнительных болтовых или винтовых соединений нет. Четыре защелки и поднимаем верхнюю крышку. Фильтр. За 10 тысяч он сделался вот таким. Берем новый. Фильтр двигателя также используем фирмы Портсмал. Маркировка фильтра по Портсмалу ПАЦ 013 оригинальный 963 28 718. Оставляется так же, как снимается. Поднимаем крышку. А мы сейчас продуем там. Очень грязно. Поднимаем крышку. Закрываем заборник воздуха. И продуваем. И продаем крышку. Портсмаля. Закрываем! Портсмаля. А, повзло. Только всё. Валя. Валя. Какая-то. Койка шпала. Валя. 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 Чего там только не было. Не забываем вытащить тряпки. Я две ложил, две вытащил. Ну а теперь ставим чистый фильтр в чистый кожух. Поставили фильтр. Ставим его ровненько. Должен закрыться без усилия. И закрываем защелки. Если вдруг надо прилагать усилия, значит что-то пошло не так. Что-то вставили неровно. Поэтому будьте аккуратны, чтобы не сломать ни защелки, ни корпус. Посмотрите, как, видишь. Вот так. Всё, конечно. Вот так. Вот так. Всё. Всё. Продолжение следует... Воздушный фильтр двигателя мы заменили. Теперь мы меняем салонный фильтр. Находится он также снаружи, с левой стороны. Сейчас снимаем вот эту часть. Ну, вернее, мы даже ее снимать не будем, мы ее приподнимем. Для этого мы снимаем клипсы вот здесь. И вот здесь клипсы под резинкой находятся, две штуки. Мы эти клипсы снимаем пластиковые и приподнимаем жабо. Клипсы вот такие, обычные пластиковые. Диаметр их, сейчас измерю и скажу. Диаметр клипсы 6 мм. Поэтому, если сломаете, вы можете подобрать. Также снимаем две стальных. Вторая клипса. А, здесь всего две клипсы. Переклипло. Поднимаете кожу. Вот он, воздушный фильтр. Поднимаете его. Вот такой вот салонный воздушный фильтр. На просвет видно, что он грязный. Смотрите, сколько. Так же 10 тысяч пробежал. Салонный фильтр будем использовать также корейской фирмы. Фирма Кросс. Он идет с Chevrolet Epic, Chevrolet и Wanda. Маркировка его получается КАДЖЕЙ 040 1336. Это вот он, КАДЖЕЙ 040 1336. Пройдет. Вот такой формы устанавливается вот так вот. Вот этот крючок является ограничительным, чтобы он ниже не провалился. Ставим. После того, как установили фильтр, здесь с левой стороны есть пластиковый такой кронштейн. Ну, не кронштейн, как, а отводящий. Когда сбоку вода подтекает, чтобы она не попадала на фильтр, а стекала сбоку. Его тоже защелкиваем. Все. Теперь ставите на место жабу. Ставите на место клипсы. Когда будете старые клипсы использовать, вставляйте их. Смотрите, чтобы кюльпан не расходился. Чтобы он плотненько его так поджать. И чтобы он всеми четырьмя зашел в отверстие. Так, одну мы вставили. Вторую клипсу мы вставили. Здесь проверили. Жабо, когда вставляется. Там снизу такие два крючка, они под стекло заводятся. Чтоб она вот здесь не дребезжала, а ровно стояла. Так, убираем отвертки. Проверяем уровень масла предварительно. Масло получается практически посередине. Поэтому можно сразу добавить еще. влево получается 250 грамм. сейчас мы заводим прогреваем двигатель и заливаем супротеком. масленка погасла сразу же. пробег 119,622 километра. Ну, получается на 380 километров чуть раньше поменял масло. Обычно на десятки каждый ровно меняю. Просто проехались по очень пыльному перевалу. нахватали пыли стока, что я решил поменять пораньше фильтр. Не захотел ездить дальше. Сейчас прогреваем двигатель и заливаем супротек. Двигатель прогрелся. Нормальная рабочая температура. Теперь идем глушим и идем заливаем. Супротек хорошо взбил до родной массы. Цвет вот такой у него стал. Открываем пробку. заливаем заливаем заводим и катаемся сейчас поеду минут 20 на нем покатаюсь так. Ну вот, ТО мы сделали, масло мы поменяли, фильтра мы поменяли, Супротек желе. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok